В воскресенье 21 апреля город Видное стал местом проведения нескольких культурно-спортивных мероприятий. На новом ледовом катке Арктика состязались фигуристы, во дворце спорта состоялся поединок подзюдо. Открытый фестиваль «Эстрадные песни Дельвейс-2013» проходил сразу на двух площадках – в кинотеатре «Искра» и в районном центре культуры «Досуга». Вокально-инструментальные группы в конкурсной программе фестиваля «Дельвейс» участвуют уже седьмой год. В этом году 10 коллективов из городских и сельских поселений Ленинского района, а также группы некоторых поселений, отошедших к Москве, представили на суд-жюри свои выступления. Ребята из «Коммунарки» открыли фестиваль. Сейчас вместе мы станем, но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Мы решили принять участие, может быть, мы еще не суперпрофессиональные, конечно, певцы и исполнители, но мы очень хотим, правда, да, мы очень хотим иметь стать. Вот, и это как бы проба пера, это первое выступление вот в таком составе, первый раз ребята приехали на такой большой конкурс. По условиям конкурса участники должны исполнить не более двух произведений собственного сочинения, одно произведение известных авторов и исполнителей – кавер-версия. Песня «Коммунарки» Насколько я себя помню с малых лет, я всегда хотела заниматься музыкой и всегда стремилась куда-то на сцену. Мы в разных местах жили, и всегда, куда бы я ни приезжала, это в первую очередь надо сходить в Дом культуры, познакомиться и выступить там. Любим вносить такую частичку загадочности, чтобы… И эксперимент. Да, и эксперимента. Районный фестиваль «Конкурс» и «Дельвейс» имеют большую популярность. Стать участником его мечтают многие. Студенты московских вузов свою группу «Металлстрим» создали совсем недавно и уже попытались показать себя в этом смотре. Руководитель ансамбля – бывший учащийся детской школы искусств города Видное. Ольга Константиновна Герфилева. Вот ей большое спасибо. Я как бы на классической музыке не обучался. Если бы не она, я бы тут не стоял бы сейчас. В районном центре культуры и досуга соревновались вокалисты-эстрадники. 38 человек приняли участие в марафоне. Мы друзья с охота, недавно из похода, 11 недель в гостили на воде. Проведение такого конкурса дает возможность открыть новые таланты, которые пойдут уже на другие уровни состязаний. Наша задача – создать условия для того, чтобы и люди всех возрастов, и жители и так далее нашли себе что-то по душе. А они уже дальше пойдут и будут прославлять родную землю.